МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уролог, андролог высшей категории, профессор Рае, заведующий кафедрой урологии дополнительного профессионального образования, руководитель Центра андрологии СМ-клиника Москва. Здравствуйте. Добрый день. Приветствую вас. 8 сентября СМ-клиника исполнился год. Мы вас поздравляем с этим событием. Спасибо. Расскажите, чего удалось достичь за это время и какими успехами вы можете поделиться? Мы очень рады, что именно в Рязани стартовал первый региональный проект СМ-холдинга по открытию региональных клиник СМ-клиника в регионах. Да, действительно, за этот год мы достигли определенных успехов и, прежде всего, мы завоевали определенный авторитет и у наших коллег-медиков, и у наших пациентов. Мы очень этому рады и надеюсь, что будем продолжать развиваться в данном направлении. Региональный проект, он действительно по-своему уникален. И уникален прежде всего тем, что действительно многопрофильный медицинский центр впервые вышел в регион в таком формате, в каких еще ранее не было ни в одном из регионов. То есть, мало того, что мы многопрофильный медицинский центр, мы работаем в формате практически ежедневном с 8 утра до 9 часов вечера. Плюс ко всему прочему, мы многофункциональны по своему определению и по тем лицензиям, которые у нас получены на медицинскую деятельность. Чем отличается СМ-клиника от других лечебных заведений? Ну, прежде всего, наверное, тем, что в СМ-клиниках своих пациентов мы рады видеть всегда, и мы подстроены именно даже по часам работы под наших пациентов. Сейчас в том числе мы будем изменять режим работы для того, чтобы пациенты могли рано утром сдать анализы и, соответственно, уже в течение рабочего дня получить первые результаты. Плюс ко всему прочему, в СМ-клиниках, именно в нашем холдинге, у нас есть и дневной стационар, и своя операционная. Ну, есть еще некие принципиальные моменты, которыми СМ-клиника, я бы сказал, значительно, принципиально отличается от других. Ну, какие это моменты? Представлены воедино, одновременно вернее, три направления. Это лечебная работа, это обучение, то есть обучающий процесс, преподавание, и научная работа. Вот как раз эти три элемента по определению большинства медицинских энциклопедий и других значимых изданий, и называется клиника. То есть клиника, она в себе объединяет вот эти три начала. То есть и лечебная работа, и наука, и педагогический процесс. С этой точки зрения 99% всех клиник, которые называют себя клиниками, они являются лечебницами. А вот СМ-клиника – это клиника в полном смысле этого слова. Это первое. Второе. Клиника в Рязани – это не просто медицинский центр. Это составная часть всего холдинга, где происходит очень важная работа, ориентированная не на сам процесс лечения, а на конечный результат этого лечения. С привлечением не то что ведущих специалистов, а у нас есть институт консилиумов, антрологический консилиум существует, есть онкологический консилиум, когда можно разобрать сложные вопросы. То есть это формат такого высшего пилотажа в медицине. Поэтому, конечно, это и позволяет завоевать значительный авторитет и среди медицинских работников, и среди пациентов. В СМ-клинике стартовал новый проект «Московский врач» Татьяна Владимировна. Расскажите о нем. В чем его уникальность? Проект «Московский врач» у нас стартовал с лета 2019 года. И это несколько новый формат работы для частных центров города Рязани и области. И заключается он прежде всего в том, как сказал мой коллега Александр Александрович, что мы единая часть всего холдинга. И ведущие специалисты холдинга, профессора, доктора медицинских наук, кандидаты медицинских наук, с огромным удовольствием приезжают для того, чтобы проконсультировать наших именно пациентов с Рязани и с области. И таким образом, консилиумом, решить дальнейшую тактику ведения, лечения пациентов и их обследования. Так вот, в этом формате у нас предусмотрены врачи-специалисты с ведущих площадок и ведущие врачи-специалисты, которые ежемесячно к нам приезжают и ведут прием здесь, в Рязани. Да, для Рязани, возможно, это и не новая форма работы для государственных учреждений, но частные медицинские организации в таком формате еще не работали. И мы должны сказать, что начиная с июля месяца, с момента работы, мы уже получаем положительные отклики от наших пациентов, и уже сейчас в какой-то мере ту направленность специализации врачей-специалистов, которых мы ожидаем в ближайшем будущем на площадке, определяют и наши пациенты. Они тоже уже знают, что, возможно, они обращались в какие-то лечебно-профилактические медицинские организации Рязани и области, и не смогли получить ответы на свои вопросы, и обращаются к нам, чтобы именно конкретно наши специалисты приехали сюда на площадку и смогли их проконсультировать, и дальше помочь в обследовании и лечении. У нас сегодня как раз ведущий специалист из Москвы Александр Александрович. Расскажите, с какими проблемами к вам чаще всего обращаются, и какие новые подходы вы используете в лечении? Что касается, ну вот, собственно говоря, моего направления, урологического, то с целью оптимизации работы было решено сегментировать работу уролога на четыре составных части. Первое – это ангиандрология, был организован центр андрологии. Второе – это онкоурология. Третье – это мочекаменная болезнь. И четвертое – это хирургия тазового дна. Первое, я сказал, не ангиандрология, а андрология. Это такой наиболее емкий сегмент. Вот из этих сегментов пока мы организовали центр андрологии. В свою очередь, центр андрологии тоже имеет свои направления. По этим направлениям мы формируем команды специалистов, мы их обучаем, мы их подбираем. И под эти команды специалистов мы формируем потоки пациентов. То есть это не индивидуальная работа с отдельным пациентом, который приходит раз в месяц или раз в год. А это, ну, более-менее потоковая, интенсивная работа, что позволяет держать достаточно высокий уровень квалификации врача. Ну, какие направления? Это, значит, сосудистая андрология – совершенно уникальное направление на стыке специальностей урологии, рентгенохирургии. Решение для многих тупиковых урологических проблем, таких как синдром хронической тазовой боли, рецидивная двусторонняя варикоцели, хронические рецидивирующие простатиты, с которыми никто не может справиться. Вот мы нашли решение этих проблем в формате научного направления. Вот такие основные направления у нас присутствуют. Работа ведется в формате консультаций, в формате андрологического консилиума и в формате оперативной деятельности на площадках. Вот, собственно говоря, у нас 21 клиника, 5 крупных площадок. Здесь тоже существует операционная. Александр Александрович, расскажите про уникальные случаи из вашей врачебной практики. Ну, у нас много уникальных случаев. Мы, в общем-то, только в рамках одного направления, это ангиандрологического, выполнили 7 в мире первых операций. Они все уникальны. Мы впервые использовали рентгено-хирургические методики в виде ангиопластики и стентирования подвздошных сосудов при их компрессии, что приводило к развитию урологической патологии. Вот это было описано еще 40 лет назад, кулся там явление, значит, вот эта подвздошная компрессия. Но, несмотря на то, что стентирование применяется 30 лет уже, впервые в мире мы стентировали в 2018 году, вот был первый случай такой пациент. Сейчас их уже более 80, вот, с очень хорошими результатами. Ну, вот я считаю, что это очень значимое такое продвижение направления. Далее мы совместно с профессором Курбатовым разработали совершенно уникальное направление в урологии, которое является альтернативой эндофалопротезирования, потому что очень много мужчин, даже молодых, 20-летних, у которых выявляется виногенная рактильная дисфункция, утечка из кавернозных тел, венозной крови, им совершенно безапелляционно большинство наших ведущих профессоров, московских, российских, говорят протезирование полого члена. Представляете, молодой мужчина и уже сразу протезирование. А мы что делаем? Мы эмболизируем вены простатического сплетения, по которым происходит эта утечка. И в более чем 80% случаев добиваемся с первой операции положительного эффекта. Какие еще врачи приедут в ближайшее время в Рязань? В ближайшее время мы ожидаем прием врача-пульмонолога, врача-аллерголога-иммунолога. И на ноябрь месяц у нас запланирован приезд детского гастроэнтеролога, детского кардиолога, потому что для Рязани это действительно специалисты, скажем так, очень востребованные. И это показала наша практика по предыдущим месяцам работы программы «Московский врач». На каком оборудовании вы работаете в СМ-клинике? Все клиники холдинга действительно укомплектованы очень современным оборудованием. И оборудование это идет не только в соответствии с порядками оснащения, когда мы получаем лицензию, но и именно направлено для того, чтобы своевременно мы могли диагностировать какую-то патологию. И это помогло нам в дальнейшей тактике ведения и лечения наших пациентов. Разрешающая способность данного оборудования очень большая и позволяет нам с точностью еще на диагностическом этапе уже заподозрить какой-то диагноз. И в дальнейшем его уже врачи-клиницисты утверждают. В СМ-клинике работает команда профессионалов. Татьяна Владимировна, по какому принципу подбираете квалифицированные кадры? Да, действительно, я горжусь тем, что за год работы мы смогли подобрать именно команду профессионалов, которая постоянно расширяется. И уже сейчас к нам приходит ряд специалистов, скажем так, с целью трудоустроиться. Но, к сожалению, мы уже не можем всех брать, потому что по некоторым направлениям штат укомплектован. У нас современный медицинский центр, у нас современное оборудование. И специалисты, которые пришли работать, и нам доверили. В том числе они тоже делились своими коллегами теми условиями работы, в каких мы работаем. И, конечно, это создало определенную привлекательность для того, чтобы ведущие по Рязани области специалисты стремились у нас работать. Давайте напомним нашим телезрителям, как попасть на прием ведущих врачей холдинга СМ-клиника. На прием в холдинг вы можете записаться по круглосуточному телефону 77 67 51. Запись ведется круглосуточно. И это тоже одно из отличий холдинга, что колл-центр работает в круглосуточном режиме, плюс колл-центр второго уровня у нас здесь на месте. Он уже записывает наших пациентов с утра и до вечера. Поэтому мы очень надеемся, что кроме электронной записи, записи по интернету, жители Рязани области воспользуются данным телефоном, запишутся на прием и к нашим, и к ведущим специалистам, которые приезжают к нам принимать на площадку. Ну, плюс еще есть приложение, значит, СМ-клиника. Да. Телефонное приложение. Очень исключительно удобно. Например, даже я пользуюсь, чтобы посмотреть, где, как работает врач, когда я удален от компьютера. Относительно оборудования я с вами не то что согласен. Это, пожалуй, одно из таких вот первых ярких впечатлений, когда я только пришел в СМ-клинику. У меня, в общем-то, достаточно богатый опыт работы в различных структурах, и государственных, и частных структурах. Мне было, я многократно был главным врачом разных клиник. Но когда я увидел такую самодостаточность совершенно высококлассного современного оборудования, там, Сименс на этих стильщиках, или сейчас оборудование в новых черемушках, или, допустим, ваше оборудование, это на меня произвело самое сильное впечатление в свое время. А сейчас мы на этом оборудовании работаем. И на этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова